Слава Господу, братья и сестры, за этот прекрасный вечерний час. Вы знаете, как оркестр спел с брата и сестрой, очень прекрасное пение. И утром тоже хор пел, прекрасное пение. Вы знаете, когда предпоследняя песня для меня очень тронула это, я думал, что как бы ангелы здесь были и вместе с хором пели. Вы знаете, настолько приятное было пение, приятно было слушать. И я просто благодарил Господа. И мы потом видели, совершили такую сильную была молитва в Духе Святом. И это приятно, когда народ Господень взывает к Господу. Хотелось бы прочитать несколько мест Священного Писания, вместе с вами помолиться. Действительно, как брат сказал, мы счастливые люди, что мы пришли в дом молитвы. Да, можно слушать на онлайн, но мы благодарны Господу, что мы пришли своими ногами сюда для того, чтобы увидеть лица друг друга и пообщаться с нашим Господом, который сегодня здесь, на этом месте. И хотелось бы, вы знаете, как я вспоминаю, вот сидел, вспоминаю себе, вспомнил одного брата, когда у него была тяжелая болезнь, лицо было, значит, обжогами сильно, и он так заснул и видит видение такое, вот то же самое, вот ангелы в хоре и дирижирует Господь, такой палочкой золотой, и он стоит сзади. Господь спереди смотрит на ангелов, а он сзади. И Господь говорит ему, ты тоже хочешь петь? А до этого он молился и говорил, Господь, я хочу, чтобы ты меня крестил Духом Святым, я это желаю, я хочу этого. И вот такой сон снится ему, и Господь говорит ему, не обворачиваясь к нему, а только стоит к нему задом, и знал Господь, кто это, знал Господь. И говорит, ты тоже хочешь петь? Он говорит, да. И он запел Духом, и Господь его крестил Духом в то время, и также явил великую милость, что истелил ее полностью лицо. Это милость, братья и сестры. Сегодня мы такого Господа имеем. Мы имеем с Ним общение, мы имеем с Ним радость. И самое прекрасное, это в Доме Господнем нету недостатка. У Отца нашего очень много изобилия, как духовно, так и по плоти. И это милость Господа, что мы имеем Его в наших сердцах. И придет время, когда Он заверет нас с этой земли, где так много зла и беззакония разврата. Но я говорю, Господи, на всяком месте, когда я хожу, даже иду на работу, или с работы, или там работаю, склоняю колени свои и говорю, Господи, с Тобою я в раю, потому что Ты спас мою душу от гиена огня, от преиспутних мест ада, и дал мне милость великую, иметь общение с Тобою, служить Тебе, склоняясь к своей колени. Ты достоин этого. И поэтому мы есть благословены у Господа. Мы счастливые люди, что мы спасенные, омытые кровью Иисуса Христа. И придет время, когда Господь заберет свою церковь с этой земли. Читаю несколько мест священного писания, где народ также взвал к Господу, и Господь отвечал им на их просьбы, на их молитвы. Но мы знаем, что и сегодня Господь тот же самый, Он не молчит. Он не молчит. Псалом 70, говорит 14 стишок и ниже. «А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день, благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твои, роду сему, и всем грядущим могущества Твоего». Вот так просил, вы знаете, этот псалмопевец Господа, что это Давид был, который действительно служил Господу. И он говорит, что «и до старости, и до седины не оставь меня». Я знаю, братья, которые сегодня в седине, они тоже могут так сказать, что Господь не оставлял их, и до этого места им помог, и благословил их, и все им давал, и милости проявлял над ними. Братья и сестры, сегодня и мы также имеем такое прекрасное общение с нашим Господом, и мы служим Ему. Ни одного дня, я думаю, мы не будем жалеть о том, что мы последовали за нашим Господом. Как это прекрасно с Ним жить, радоваться, наслаждаться. Еще хотелось бы прочитать одно место Священного Писания. Это царь Соломон, когда открывал молитвенный дом, храм этот, и он говорил такие слова, я бы хотел прочитать. Это 8 глава, 3 царств, 28 стишок и ниже. Еще с 9 прочитаю также. «Но призри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сем, услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего и на небесах услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и для клятвы придут пред жертвенник твой в храм сей, тогда ты услышь с неба и произведи суд над рабами твоими, обвини виновного, возложив поступок его на голову его и оправдай правого, воздай ему по правде его. И так дальше. Там очень много есть прошения, когда Соломон просил. И дальше в 9 главе уже говорится такие слова. «После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. И сказал ему Господь, «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои, и сердце мое там вовсе дни». А вот смотрите дальше. Господь сказал ему это, но дальше он говорит ему так. «А если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израиля. «А если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставы моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль причтою и посмешищем у всех народов». То есть Господь сказал Соломону, что он будет там пребывать, будет благословлять, будет давать, будет все делать, но если вы отступите от меня, вы знаете, все зависит от нас, от человека, если человек будет стараться служить Господу истинно, искренно, праведно и свято, и стараться ходить путями перед величием Господа, то Господь будет благословлять. Хотя будут трудности, переживания, но когда человек склоняется, Господь всегда слышит и будет по милости своей отвечать. А если человек будет грешить, человек может пойти в грех. Если он будет грешить, то Господь не может согласиться никак и с грехом, он святой, он не имеет греха, он чистый и святой Господь. И поэтому, братья и сестры, хорни нас Господь от грехов, чтобы мы, так как сегодня Господь любит нас, потому что мы стараемся служить Ему, мы приходим в дом молитвы для того, чтобы поговорить с Ним, пообщаться друг с другом и стараться ходить перед Его величием, чистоте и святостью. Но если мы будем уклоняться от истины Господней, Господь, вы знаете, Он не такой, как враг человеческих душ, может наказать, обидеть и так дальше. Он терпит человека, Он терпит человека до последнего времени, ну, может, Он покается, ну, может, Он вот что-то сделает или оставит это все, и я приду к Нему и прощу этот грех, и помилую его. Такой наш Отец, Он добрый Отец. И еще одно место Священного Писания я хотел бы прочитать за Даниила, как он также молился Господу, и мы будем молиться нашему Господу также. Даниил, это 9 глава, говорил такие слова с 17 стишка и ниже. «И ныне услышь, Боже наш, молитву раба твоего и моления его, и возри светлым лицом твоим на упустошение святилища твое ради тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо твое, и услышь, открой очи твои и возри на упустошение наше и на город, на котором наречено имя твое, ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради тебя самого, Боже мой, ибо твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил, и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего, Израиля, и повергал мольбу мою пред Господа Бога моим, о святой горе Бога моего, когда еще продолжал молитву, муж говорил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетел, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, и говорил со мною, и сказал, Даниил, теперь и шел, чтобы научить тебя разумению. Братья и сестры, вот когда так же вот муж Божий, Даниил, мы знаем, что он был вместе с друзьями в том месте, где он так же молился Господу. И казалось бы, один человек, который взывает к Господу, который молится, просит Господа, ну, нету церкви, нету родителей, нету братьев и сестер там рядом где-то, он один. И Господь услышал и его молитву, одного человека, который молился, которому Господь открывал, великие откровения давал, и изъяснял он сны так же, и Господь благословлял человека, потому что он оставался верный Господу в этом месте, в этом большом величестве в Вавилоне. И Господь являл ему великую милость, братья и сестры. А сегодня это церковь Иисуса Христа, Сына Божьего. Нас очень много. Один за другим мы можем молиться, просить милости у Господа, и Господь отвечает нам на наши просьбы. Поэтому мы благодарны нашему Отцу Небесному, что Он спас наши души и по милости своей, помиловал нас и дал нам вот такое прекрасное служение, общаться друг с другом и служить Господу нашему. Давайте мы сейчас склоним наши колени, будем молиться Господу, чтобы Господь наполнил каждое сердце своей любовью, миром и радостью и благословил дальнейший ход этого служения. Ему за все слава. Аминь. Добрый, любящий Господь!